Ну что, друзья, всем привет! Сегодня будет новый ролик, и сегодня мы сравним один город из Эстонии, другой город из России. Сегодня хочу взять два небольших населенных пункта. Значит, будет город Тапа, город с населением почти в 6 тысяч человек, и город из Ленинградской области, то есть области, которая, в принципе, по благосостоянию вторая после московской, это Луга. Луга, конечно, немножко будет побольше населения, ну, достаточно больше, то есть там будет около 30 тысяч человек, но я хочу для эксперимента сегодня сделать так, поскольку мне говорили, что прибалтийские страны с маленьким населением, то, соответственно, нужно и соотношение соблюдать. Ну, мы можем попробовать. В принципе, особой разницы мы не ощутим, и как бы заодно проведем такой эксперимент. Также хочу сказать, что если, например, вы смотрите мои обзоры и видите, например, сравнение там той же Латвии-России, или, например, Канады-России, неважно от чего, это не значит, что это окончательное будет мнение и окончательное видео по сравнению этих двух стран. Это просто один из примеров. То есть мы будем потом уже возвращаться к предыдущим странам, на которые мы делали сравнение, и просто брать другие населенные пункты. Благо их очень много, особенно в России и в остальных странах. И можно брать крупные города, можно брать мелкие, то есть выбора будет очень много. Также хочу обратить ваше внимание на то, что мои видео создаются в развлекательных целях, и мое мнение может не совпадать с действительностью или с вашим мнением. Так, ну и давайте перейдем, наверное, к сравнению улиц, пройдемся по эстонскому городу Тапа, крупную дорогу возьмем, потом перейдем к частным секторам. Значит, Эстония также была в составе Советского Союза, и что, на мой взгляд, не особо хорошо сказалось на этой стране. То есть у нее могло бы быть, как я считаю, намного лучшее будущее, чем она сейчас имеет в реальности. Значит, ну вот такой вот вид нам открывается. В принципе, населенный пункт не очень большой, поэтому крупные улицы, они будут не такими уж и крупными, на первый взгляд. Значит, ну что мы видим? В принципе, к обочинам здесь можно придраться. Но в остальном меня радуют вот эти вот виды. Значит, здесь, как я вижу, сквер хорошо очень оборудован. Там просматриваются какие-то старые здания, но это выглядит удовлетворительно. Как всегда, большой плюс в растительности, то есть всегда все ухожено. И если даже мы перейдем, когда на частный сектор, там будет примерно то же самое. В России, например, растительность может быть в центральных улицах ухоженная еще более-менее, но уже в частном секторе про это можно забыть. Здесь даже маленькие клумбочки, видите, такие деревья очень красивые, везде растут цветы. И, кстати, вспоминаю, что в России обычно в эти вот круглые штучки закидывают бычки. Сейчас, конечно, это уже меньше делают, это, конечно, тоже радует, но где-то до 2010-го это можно было очень часто встретить. Использовали как мусорку, то есть кидали туда пепси, смятые банки, эти все бычки, какие-то бумажки от чипсов и так далее. Ну, здесь у нас поворачивает, значит, дорога на менее крупную улицу, но я думаю, можно пройтись по ней. Мы видим жилые дома, кстати, обратите внимание, что не все дома старого образца есть уже и такие новостройки. Вроде бы городок небольшой, казалось бы, могли бы довольствоваться тем, что есть, но нет, строят что-то новое, может быть, просто облагораживают как-то. Вот можем обратить внимание вот на это место, вроде бы уже такое место менее заметное. И старый домик какой-то стоит, и мусорка, и какой-то проход. Вот, смотрите, мусор, он нигде не разбросан, здесь баки стоят, трава возле действительно заброшенного дома, покинутого. Мы видим окна заколочены, нет вообще никакого ни мусора, ни зарослей. Можем зайти вот с этой стороны на этот дом. И также, да, мы видим, что все чисто, нигде не загажено, ничего не валяется. Тротуар в хорошем состоянии, радует, что уложен он плиткой. Также хочу обратить ваше внимание, что у той же Прибалтики, по сравнению с Россией, есть такое преимущество в облагораживании города, что все находится как-то на одном уровне. То есть тротуар как-то не сильно высоко, не низко. То есть в разных регионах в России бывает по-разному, что тротуар может быть там даже на 2 метра ниже, чем дорога, то он будет выше. Мелкие тротуары тоже могут как-то идти вверх-вниз, непонятно, криво-косо. Здесь как-то все ровно, видите, крест-накрест. Все по высоте примерно с дорогой, то есть он чуть-чуть выше, чтобы лишь бы вода не попадала туда. То есть это и для инвалидов плюс, поскольку им не нужно будет прыгать постоянно по этим горкам, даже и небольшим, да, перепадам. То есть все как-то более аккуратно, знаете, как будто бы вот компьютерную игру создавали, проектировали, и то есть все улицы как-то вот вложили ровно. Так, видим прекрасные виды, заборчики все аккуратные, нету каких-то двухметровых заборов, которые не проглядываются даже. То есть мы видим красивые дворы, все ухожено. Да, конечно, фасады зданий некоторых уже немножко подубитые, их нужно реставрировать, но тем не менее все на уровне. То есть для такого небольшого населенного пункта я считаю это более чем достойно. Единственное, что чуть-чуть доработать вот эти вот обочины, которые мне здесь не сильно понравились. Но они намного лучше даже, чем в российских поселках городского типа. Значит, тоже видим, да, такой вид вдаль, очень красиво все просматривается, все на одном уровне горизонтальном, все подстрижено, все ухожено. И знаете, как будто бы даже эти растения красят какой-то краской, не знаю, ну вот действительно так сочно выглядит. И оно и понятно, потому что, во-первых, запыленности сильной нету в таких городах, и, соответственно, эта пыль не садится на деревья, и они выглядят более натурально. Ну давайте перейдем еще на одну крупную дорогу. К сожалению, в этом городе их не так уж много, поэтому выберем вот какую-то трассу крупную. Здесь что мы имеем? Ну, во-первых, дорога в действительно очень хорошем состоянии, даже придраться не к чему. Также мы видим, что с одной стороны идет жилой сектор, с другой в основном такая что-то вроде лесополосы, да, природа. Ну и также несколько многоэтажек. Хочу сразу же обратить ваше внимание, посмотрите, что, во-первых, дорога достаточно чистая, помимо того, что она в хорошем состоянии еще. И также не загазованы деревья, не загазована трава. Это тоже очень немаловажно, поскольку в России на таких проездных трассах понад дорогой творится вообще непонятно что. Я уже молчу про мусор, но загазованность это точно. Также жилой сектор, очень такой европейский вид имеет, то есть все достаточно хорошо выглядит. Во дворе нету срача, хоть и страна не очень богатая, да, есть домики и вот такие вот старенькие, но тем не менее люди следят за своим жилищем. Проедемся немножко дальше. Вот посмотрите на этот вид. Это просто можно фотографировать даже бесконечно, даже с такого расстояния выглядит очень-очень даже не слабо. Вот такое вот красивое животное у нас здесь пасется, очень приятно на это смотреть. Так, ну и переходим к городу Луга, посмотрим, чем этот город может нас удивить. Переходим к крупной улочке и посмотрим, что мы увидим. Значит, ну дорога в принципе у нас в нормальном состоянии, удовлетворительная для России, это еще нормально. Тротуар вроде бы тоже нормальный, но это центральная улица, так что здесь, конечно, здесь более-менее за этим следят. Но из минусов мне очень не нравится, как следят у нас в России за газонами. Что касается того, что находится за тротуаром, то есть дворы не в очень хорошем состоянии, все, особенно если в плохую погоду, в слякоти, это все будет очень плохо сказываться, как на дорогах, которые разносят машины, так же и на людях, которые ходят через эту грязь. В целом вид как бы вроде что-то неплохо, вроде бы и есть и тротуар, и дорога, и бордюры даже есть. Как-то вот немножко в уныние вдает. Плюс какие-то вот эти снова масла, когда машину ставят, она течет, там масло потекло, еще что-то, и это тоже сказывается. Здесь вообще какая-то непонятная лестница, для чего она вообще, какой-то обломок непонятный, подзаросшее все. Здесь проходим дальше, тоже какие-то непонятные виды, напротив тоже газон, который раздавлен какой-то машиной грузовой, видимо, которая навешивала вот эти вот провода электрические, то есть все затоптано, никаких принципов, заехали, что-то сделали, уехали. Здесь трава растет как-то, тоже пыли, как мы видим, достаточно здесь, какие-то пеньки непонятные. Тут смотрите, по над зданием уже плесень, как бы хотелось увидеть что-то получше, но и находим вот такое. Вот, например, вот здесь привели в порядок, приятно посмотреть. Но рядом траву они уже не стали подстригать, здесь тоже утоптаны какие-то ларьки, то есть, ну, видок такой, да, сумбурный, какие-то старые здания, вот если с такого ракурса посмотреть, то вообще непонятно, что здесь что-то советское такое старое стоит, здесь тоже, здесь. Давайте перейдем в другой конец города. Здесь старенькое здание, ну ладно, оно еще как-то более-менее еще смотрится. Вот почтовые ящики, я не знаю, для чего они тут вообще висят, они уже и сломаны. Кстати, вот я в одном из роликов говорил, вроде что у нас более-менее следят за дорожными знаками, то здесь уже дорожный знак вписывается в тот самый вид, который мы здесь видим. То есть, это тоже очень печально. Спутниковая тарелка и пластиковое евроокно. Вот главные два атрибута, чтобы включить телевизор и пластиковое окно, чтобы никто не мешал слушать этот телевизор, как там рассказывают, что все круто, все замечательно. То есть, здесь какие-то наверняка еще и туалеты, знаете, уличные такие. Туда местные жители ходят справить свою нужду. Ну и переходим к частному сектору, начинаем с города Тапа эстонского. Посмотрим, чем он нас удивит. Давайте куда-нибудь вот сюда зайдем. Ну, здесь, конечно, виды даже, наверное, получше, чем на главной улице российского города. Хоть как бы в российских городах, даже мелких центральной улицы стараются облагородить, но, тем не менее, частный сектор даже такого небольшого городка выглядит покрасочнее. Ну, что мы видим? Дороги, конечно, понятно, что они не окончательно оборудованы, но, тем не менее, это практически поселок, во-первых. Во-вторых, здесь какая-то окраина вообще частного сектора. Население маленькое. То есть, дорога достаточно приемлемая. Такие даже можно увидеть в той же Канаде. Но, тем не менее, конечно, есть куда развиваться. Очень радуют лужайки перед домом. Конечно, не везде. Вот там чуть-чуть подзаросло у кого-то, но это единичные такие случаи на каждой улице могут быть. А так, в целом, видите, даже человек стрижет. То есть, мы видим, что все-таки люди это делают, а не как-то это само по себе. Может, кто-то подумает. Значит, дворы тоже в хорошем состоянии. Нету высоких заборов. Очень красивые фасады. Здесь вообще слов нету. Вот здесь чуть-чуть домики похуже, но смотрите, как все это выглядит. Вроде бы и сарайчик какой-то старенький, вроде и заборчик такой скромный, да. Какие-то железные палки, да. Сетка железная натянута. Но, тем не менее, все выглядит очень хорошо. Это намного лучше, чем, например, железный забор высокий. Ну, вид, конечно, прекраснейший. Вот так смотришь, если учитывать, что это как бы такой, знаете, сельский видок, сельский, то очень даже достойно. Ну, здесь мы заходим в какой-то такой более глухой райончик, более узкий. Здесь мы видим, да, вот здесь чуть-чуть подзаросло что-то. Какой-то, так я понял, заброшенный домик. Можем его посмотреть. Но это выглядит совсем по-другому. Здесь не замусорено. Знаете, обычно в России, если дом заброшен, особенно где-нибудь в глуши, в частном секторе, то во дворе будет какая-то разруха, типа шприцы, бутылки. Все будет помечено чьей-то мочой, чьими-то фекалиями. И в доме будут разобраны окна, чтобы туда лазить. Здесь просто дом заброшен, ну и заброшен. Все. Выходим мы вот в такой район с этой улицы. Тоже видим, что все приятно выглядит. Вроде бы тоже домики не первой свежести, но в глаза не бросается. Наоборот, даже приятно посмотреть. Вы знаете, вот на такие виды смотришь и думаю, реально, если в России получить вот такое приглашение, пожить вот в каком-нибудь вот таком доме, где выходишь, везде красиво, природа, погулять можно, не дышишь пылью, поскольку дороги даже чистые на окраине. То есть реально тот, кто живет в России, он с удовольствием даже за неплохие деньги купит путевку какую-нибудь двухнедельную, пожить вот в таком вот районе. Так, ну и переходим мы в другой район частного сектора. Сумбура, тоже все ровно, все красиво, все домики в один ряд, сумбура никакого не наводит. То есть здесь вот действительно можно сказать, что это настоящий европейский уровень. То есть я вот чем больше ознакомливаюсь с прибалтийскими странами, тем я больше понимаю, что даже за эти короткие там 20 с лишним лет они успели догнать Европу более чем. Вот в этом дворе мы видим, что-то посадили, есть деревца, все ухожено, нигде ничего не раскидано, нет никакого склада вот этого вот знаете, металлолома какого-то, принесенного с мусорки, каких-то бревен полугорелых. Я вообще считаю, что лучше ходить по пустому ухоженному двору, чем всю жизнь спотыкаться об какие-то железки и бревна, которые 500 рублей принесут там через 5 лет. И вот терпеть вот этот хлам, портить себе настроение этим, я считаю, оно того не стоит, далеко не стоит. Посмотрите на этот двор. Ну, вроде бы тоже хозяин небогатый, заборчик очень такой простенький, домик сделан так, очень дешево, но тем не менее прекрасно у него сад, то есть таким можно хвастаться всю жизнь, я считаю. Ну и переходим мы значит к обзору частного сектора города Луга, выбираем случайный проезд, смотрим какое отличие. Ну вот такие вот виды нам открываются, ребят. Вот кстати, даже вот такое вот зрелище нам попалось. на глаза. Ну сразу же мы видим отличия, да? Во-первых, как я и говорил, дороги то выше, то ниже. Не говоря уже о том, что дорожное покрытие здесь отсутствует напрочь. Здесь что-то жгли, бросили, какие-то заросли, трава не стрижется никем. Есть более-менее домики хотя бы. На них хоть как-то еще можно посмотреть. Но опять же, вот если нет какого-то единого стиля, да, вот мы когда смотрели сейчас эстонский город, какой-то стиль хотя бы в крышах, где-то вот в фасадах наблюдался единый стиль. Они как бы все разные дома были, но они как-то вот обобщались каким-то вот стилем и глаз не резало. Здесь вот ты смотришь, как бы один дом какой-то такой, другой как-то вот так вот сделан. Общий вид портит. Как бы если отдельно рассматривать дом, отдельно построенный, да, то как бы еще неплохо. Но если это все смотришь вот в такой панораме общей, то это как-то несуразно выглядит. Кстати, вот насчет годов съемок. Здесь вот мы видим 2013. В Эстонии был 2011. Когда, например, я смотрю старую дату в России, мне говорят, что там уже там за 2-3 года поменялось все. Ну хорошо, здесь 2013, там был 2011. Что мешало за 2 года догнать Эстонию точно так же по тем же газонам, по тем же дорогам в частном секторе, по тем же заборам. Вот смотрим мусор, когда, как мы видели, аккуратные такие урночки стояли возле домов в частном секторе в Эстонии. И смотрим, как здесь, да. Здесь какие-то вещи. Ну ладно, это бомжам оставляют, чтобы они одевали. Практикуется такое. Это как бы, конечно, с одной стороны хорошо, но с другой стороны она валяется вот так вот. Тоже некрасиво. Здесь как-то бросили абы как. Здесь тоже свалили вот эту вот всю отходную часть в одну кучу. Ну ладно, мусорку мы оставим. Хоть, конечно, это не дело, но ладно. Ну вот, смотрим, да, какой вид. Вот мы можем сравнить. Вот, например, давайте вот так вот. Частный сектор. Вот смотрите, смотрим вдаль, как бы какая панорама здесь. И смотрим вдаль, какая панорама вот здесь. Разница, ну, колоссальная, видим. Ну вот здесь еще ладно. Вот здесь что-то сделали. Хотя тоже вот этот забор высокий. Кстати, снова хочу сказать в плане внешнего вида. Ладно, хаос. Когда этот хаос пытаются исправить, но все равно царит какая-то безовкусица полнейшая. Вот, например, я говорил в ролике про Канаду, где я сравнивал там Ванкувер и Краснодар, и говорил, что дома из красного кирпича. Я сказал, что выглядит он как-то не очень, как будто бы недостроенное здание. А здесь мне не нравится молдинг. Пластиковые панели, которые ставятся на фасады домов тоже. Конечно, молдинг посимпатичнее смотрится, чем красный кирпич облицовочный, но тем не менее. Я, конечно, не против, что стараются облагородить жилище. Дело вкуса здесь какое-то, ну, не очень, мягко говоря. Вот такая панорама. Вот снова можем сравнить. Вот видим вот такую панораму и вот такую панораму. Везде какая-то вот несуразица. Даже не то, что несуразица, здесь разруха какая-то. Вот тоже, да, как пример. Взять баки в Эстонии, как они выглядят. То есть, ну, разница, я думаю, очевидна. Проходим мы эту мусорку тоже. Мы не понимаем, куда мы вообще попали. Видим, да? Ну, и куда мы можем еще перейти? Давайте куда-нибудь. Ну, вот здесь уже получше. Здесь хотя бы не сильно удручающий вид. Как-то более-менее еще ухожены фасады. Тоже, да, что-то вот растет как-то так несуразненько. Но здесь хотя бы нет такой разрухи уже, да? Хотя вот мы рядом отошли. Вот тоже домик. Вроде бы так стиль такой старый, более-менее нормальный. Но запущенный дом, видимо, заброшенный. Хотя нет, вот занавески даже. Представляете, вот человек здесь живет, и у него во дворе вот такие вот панорамы. Это ужасно. Я, конечно, понимаю, что там старики, наверное, живут тоже не в состоянии. Хотя нет, вот смотрите. Вот видите, ребенок там есть. То есть, я не думаю, что бабушка там с ребенком живет. Скорее всего, там мама, может, и папа даже. Представляете, вот людям наплевать, что вот у них творится во дворе. И самое главное, это же ребенок видит. А ведь он растет в таких условиях. Он будет становиться более негативной личностью. Это тоже нужно учитывать. Тоже видим, да, высокий забор, как обычно. И я не представляю, что за этим забором. Потому что я уже по этому козырьку догадываюсь, что там происходит. Вот мы вышли с этого переулка вот отсюда. Видим с другой стороны этот двор. Но ворота, в принципе, нормальные. Но дальше заходишь во двор. Тут и заросли тебе, здесь заросли. Какой-то хлам, чтобы сдать потом. Окружение, конечно, еще хуже. То есть, к этому хозяину хоть как-то еще претензий нет. Но вот в остальном. Так что, ребята, вот такая вот прогулка получилась. Не забывайте рассказывать о моих видео друзьям и знакомым. И также делиться моими видео. Также ценю вашу поддержку. Спасибо, что вы подписываетесь. До скорого. Ждите новых видео.